Здравствуйте, с вами был Блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Вот не думал я никогда в жизни, что придется заступиться за Пашинского. Жизнь, как говорится, злится, полюбишь и козлицу. Это тот случай, когда произошло невероятное и хочется поднять голос в защиту Пашинского просто, потому что он не дал врагу уничтожить стугны, корсары и фактически спас и помог Украине выстоять. Я лично неоднократно чехвостил его за вот этот идиотский выстрел в ногу Химикуса. То есть Пашинский совсем не ландышмайский. И черт бы его поправ, абсолютно мне не симпатичный персонаж. Даже наоборот, очень не симпатичный. И есть, что ему предъявить, но в данном конкретном случае, знаете, как говорил покойный российский премьер Черномырдин, говорит, вечно, говорит, у нас стоит не то, что нужно. Вот встало не то, что нужно. Потому что Пашинского сегодня торбят на самом деле не за вот эту вот нефть Курченко, которую помыли в 2014 году, там еще доказывать и передоказывать. И, в принципе, симпатий лично он у меня вот по 2014 году не вызывает. И было всегда куча вопросов, но я дожил, как и вы, до момента, когда, черт побери, по сравнению с вот этими Етьманцевыми, Зеленскими, Татаровыми, Ермаками, даже Пашинский, выглядит, ну, почти рыцарем без страха и упрека. Потому что Пашинскому на самом деле предъявляют не вот то, что формально высвечено. Просто, по большому счету, Пашинскому не могут простить, что он до сих пор находится вот в этом оружейном рынке. И благодаря Пашинскому украинская армия получает боеприпасы не по тем, там, многократно завышенным ценам, по которым зеленые, не стесняясь, вот хомячат и перепродают все в 3 дорого, в 4 дорого, в 5 раз дороже, чем оно. Они просто убирают конкурента. Потому что на этом рынке им хочется все полностью монополизировать. И в кои-то веки, я могу сказать, что вот в феврале 22-го года, Пашинский показал себя впервые, и надо отдать ему должное. Вот с той лучшей стороны. И очень многие, кто Пашинского ненавидели, да и сейчас терпеть не могут, они признали, что Серега все-таки поступил правильно, что он абсолютно героически, грамотно вывел из-под удара то, без чего мы не смогли бы нормально противостоять врагу. И то, что он позволил и убрать, буквально перед тем, как все это разметали, размолотили, разбомбили враги. И Таня Черновол, опять-таки, героическая. Я горжусь тем, что мы с Таней знакомы. Мне безумно приятно, что буквально на второй или третий день нападения россиян мне Таня позвонила и сказала, говорит, Паярков, а вот давай вот мы сейчас с тобой, я тут сперла стугну, вот такую, говорит, на твой старый патрол и давай поехали. Я говорю, Танюша, мне настолько приятно, что ты вот правильно оценила мое внутреннее состояние, ну просто говорю, вот я вот только после операции на сердце, у меня уже там выписывают инвалидность второй группы, мне не то, что там что-то тяжелого поднимать, мне прыгать, бегать, я, ну, стугна весит 100 килограмм, я буду только мешать. А патрол, он вообще там, ну, во Львовской области стоит, и, к сожалению, и вот я прекрасно помню тот момент, когда все были поражены, насколько Пашинский, и надо отдать ему должное, красиво, четко и ясно сработал на Украину. То есть, и вот этот момент, ну, захотелось вот отложить до после победы все косяки, которые, ну, у всех политиков есть. У Пашинского своих косяков, как собак нерезанных. То есть, ну, если сравнить то, что сделали все вот эти вот махнорылые представители, слуг народа и Пашинский, то Пашинский фактически стоит на пьедестале, и вот по поводу того, как он повел себя в начале нападения врага, честь ему и хвала. Вы меня простите. Все вот эти СБУшники, ДБРы, Хриндиперы, все вот эти вот, все вот эти вот борцы с коррупцией, они же вообще здоровые, как быки. Вообще, без, вообще, каких бы то ни было признаков недуга, все косяком сдрыснули с Киева, а Пашинский остался. И вот сегодня, поскольку хочется монополизировать и захомячить весь рынок вооружений, доколупались до Пашинского. То есть, нашли вот того, кто реально, действительно помог. И никакого желания, на самом деле, разбираться по десятилетней давности истории, по нефти Курченко, которую, опять, все написали, что было к чему прицепиться. Но на сегодняшний момент, вот, когда Пашинскому и Тане Черновол, вы помните, да, им предъявили, на них открыли уголовное дело тогда, правда, благодаря нашим с вами усилиям, благодаря шуму общественности, тут же это дело поставили на тормоза и, как бы стопнули, на них им попытались инкриминировать, что они взяли, вот, самоуправство проявили и вытащили, вот, государственную собственность, вот, из места хранения забрали, без малейших разрешений, только туда, на место хранения, откуда Пашинский и Черновол забрали все эти стугны, кстати, которые были сделаны для арабского рынка. И если ваши знакомые работали с этими стугнами, то вы видели на видео, что там арабская вязь, то есть там все команды, там все вот это вот, оно было сделано под арабский рынок. Они вытащили и туда же сразу же, сразу же по наводке врагов прилетело. И вот те, ну, условно говоря, по чьей наводке туда прилетело, они стали выкатывать Пашинскому и Черновол предъявы за то, что они проявили самоуправство. Да, вообще мы выстояли, потому что мы, те, кто, ну, прошли два Майдана, мы опять проявили то прекрасное самоуправство, благодаря которому Украина независимая страна. А вот эти все позорные хомяки партии регионов, которыми окружен Зеленский, весь этот антимайдан, которым Зеленский является, по сути, вместе со всей шоблой, которую он привел, теперь начинают, видите ли, вставать в третью позицию, танцевать от печки и рассказывать, какие они правильные. Да неправильные вы! Вы просто хотите украсть по максимуму. И когда вам мешает Пашинский, вы вытащили десятилетней давности косяк, и то это еще в суде доказывать надо. То есть вы делаете все, чтобы помочь врагу и помешать Украине. Потому что вот здесь и сейчас, и сегодня не надо цепляться к тем, кто является вашими политическими оппонентами. То случай, когда Пашинский, который не ландыш майский и не красавец, выступил на стороне Украины. И до того прекрасного момента, когда мы сможем огласить победу, я бы не разбирался вот в этих вот старых косяках, которые произошли хрен знает когда. На сегодня, вот на момент, когда на нас напала Россия, вот полномасштабная агрессия, Пашинский как раз проявил себя, и я его не любитель по жизни, его вечный критик признаю, что он поступил правильно, в отличие от вас. Потому что это депутаты от партии «Слуга народа» пошли перебегать на сторону России, а не со стороны, извините, ваших политических оппонентов-патриотов, которые были на Майдане. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки и комментарии, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас не за шарей.